я приветствую всех на телеканале беларусь 4 это программа добрый вечер гомель как всегда мы в прямом эфире друзья на календаре завершается прекрасный день 21 июня ну и в календаре я сегодня обнаружил праздники во франции сегодня день музыки ну а во всем мире сегодня день йоги музыки у нас сегодня будет достаточно да и о йоге поговорим и даже чуть больше ну а наши замечательные вечерние эфир добрый вечер гомель открывают музыканты которых я всегда безумно рад видеть в нашей студии встречаю их с легким волнением я думаю что сейчас эфирные просторы взорвутся аплодисментами вокальный проект нонсенс сегодня у нас в гостях давайте встретим их бурными аплодисментами по промокшим проспектам мимо ярких витрин я шагаю между мокрых машин с горизонтом один на один на моих глазах все меняется теперь для нас двоих осталось подождать ведь это наша мечта а 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 вы а а а В эту лунную ночь мне не хочется спать Настроение поднимается Все пути новой жизни открываются На моих глазах все меняется Теперь для нас двоих осталось подождать Ведь это наша мечта Заблудилась в этих улицах весна Она разбудит наши чувства Ото сна, стрелую на восход Скорей за мной вперед Я верю, точно все получится Заблудилась в этих улицах весна Она разбудит наши чувства Ото сна, стрелую на восход Скорей за мной вперед Я верю, точно все получится Поверь в себя сегодня раз и навсегда И ты увидишь, что сошла твоя звезда Заблудилась в этих улицах весна Она разбудит наши чувства Ото сна, стрелую на восход Скорей за мной вперед Я верю, точно все получится Заблудилась в этих улицах весна Она разбудит наши чувства Ото сна, стрелую на восход Скорей за мной вперед Я верю, точно все получится Аплодисменты Дуэт Нонсенс Вокальный проект Нонсенс Сегодня у нас в гостях Александр Ховалев, Роман Юрков Давайте их искупаем в бурных аплодисментах Ребят, здравствуйте Рад вас снова видеть Добрый вам вечер Присаживайтесь Спасибо Песня, которую вы открыли в сегодняшний эфир Если я правильно понимаю На телеканале Беларусь 4 Это премьера Рассказывайте Совершенно верно Эта песня впервые звучит на телевидении И написана она в принципе специально для того Чтобы мотивировать людей на новые поступки Для новых свершений Чтобы никогда не бояться преград впереди И чтобы всегда двигаться к своей цели Несмотря ни на что Правда? И мечте И мечте Смотрите, как все хорошо сочетается Сегодня, хоть и во Франции Но все-таки день музыки Сегодня всемирный день йоги А вообще Вы знаете, сегодня я решил поговорить О экстремальных увлечениях О присутствии О доле экстрима В жизни каждого из нас Начнем по порядку Музыка у вас присутствует А вот вы когда-нибудь спробовали Заниматься йогой? Саша Честно Честно Да Были люди, которые в принципе Скажем так, помогали в различных ситуациях И так как у меня в принципе спортивное образование Я могу с полной долей уверенности сказать Что правильная физическая работа Способствует расслаблению психологическому И опять же помогает бороться с какими-то жизненными трудностями И преодолевать их В более каких-то таких В приподнятом настроении С хорошей долей уверенности в себе Потому что это действительно дает результат Я вот немного не понял Ты ответил за весь вокальный проект нонсенс Или у Ромы есть свое? Роман Йогой я не занимался Для меня сцена и так Очень экстремальный вид спорта, можно сказать Потому что Сцена Мне дает столько адреналина Что не хватает И без другого какого-то либо экстрима Сань, ну если я правильно понимаю И немного знаком с твоей биографией И ты сегодня уже сказал Что спорта в твоей жизни более чем достаточно Штанги, гантели, бодибилдинг Все это присутствует Калеку по музыкальному цеху не желаешь подтянуть? Я даже более скажу Во-первых, не только гантели Не только тяжелая атлетика Но даже был период, когда Я через такие большие шаги Дошел и к легкой атлетике И дошел до полумарафонов Собственно я призером Межгосударственного пробега Обогнал свою Скажем, своего друга Свою подругу Ксению Зиаддинову Призера В принципе Чемпионатов Европы Но по поводу подтянуть В этом плане как раз таки Все прекрасно Потому что было несколько раз у нас тренировок Позвал я как-то Романа На репетицию Нет, я позвал его на репетицию Да, побегали Он не ожидал Я говорю, слушай, я хочу на тренировочку сходить Потом не будет Давай мы пробежимся Все равно занимались спортом и раньше И в школе Не, ну ладно Школа давайте не считается Нет, кстати Вот Роман достаточно скромный Но водится за ним В принципе Есть у него призовые места Пускай Это еще Белый атлетик Да Бег Два километра и три километра За область бегали Вот Но решил все-таки Дальше пойти По музыкальной Грани Ладно, хорошо Музыка это все здорово Вопрос Какое место В жизни вокального проекта Нонсенс Занимает экстрим? Максимальное Дело в том, что с одной стороны Роман сказал, что это действительно сцена Это всегда неожиданность Это как будто прыжок с парашютом И ты не знаешь, откроется у тебя или нет Потому что ты не знаешь, что тебя ждет Какая в зале сидит публика Это просто сумасшедший адреналин Я вас уверяю Вы посмотрите на людей, которые выходят неподготовленными на сцену Как у них трясутся колени Но при этом, при всем Помимо именно сценической Составляющей музыкальной Ну, само образование уже говорит о том Что экстрима тоже было достаточно Я честно скажу Мне всегда было Жаль свою мать Потому что Ну, часто Если даже ближе камеру посмотреть Видно у меня И тут зашито И там зашито Потому что там То ногу порву То руку сломаю Ну, у меня была Очень бурная юность Молодость Поэтому экстрима в моей жизни было очень много Вокальный проект Нонсенс Ваши аплодисменты Друзья Об экстремальных увлечениях Пойдет сегодня разговор Сегодня этим вечером Вы тоже присоединяетесь к нашему разговору Напомню, что мы работаем в прямом эфире Какое место в вашей жизни занимает экстрим? Вот так вот я решил обозначить вопрос Ваши рассуждения жду по телефону прямого эфира А также Наш вайбер готов Также получать ваши сообщения Вся контактная информация находится у вас на телевизионных экранах Звоните Мы начинаем Друзья, вот мы благополучно вернулись в прямой эфир Это Добрый вечер на телеканале Беларусь4 Об экстремальных увлечениях в нашей жизни Мы сегодня ведем разговор Вы знаете, одни штурмуют водные пучины Другие покоряют вершины Кто-то скоростные рекорды А есть и те, для кого Цель это поднять чем больше, тем лучше вес В любом случае людям просто иногда необходимо Бывает что-то экстремальное в жизни Ну а другим людям как раз таки бывает и не понять тех людей Которые зачем-то мчатся за этим самым экстримом Об этом не только сегодня будем разговаривать Но начнем обо всем по порядку Сегодня во всем мире отмечается великолепный праздник Международный Всемирный День Йоги Я с огромным удовольствием хочу представить вам мою гостью Преподавателя по йоге Елена Осипенко Сегодня у нас в гостях Здравствуйте Здравствуйте Ваша школа называется прана Слово это, ну как бы я немножко знаком с индийской культурой Хотя наверное по всем правилам мне нужно было бы поздороваться с вами Намасте Да Значит начнем сначала намасте Намасте Прана это слово на санскрите И с вашего позволения я обращусь к нашим зрителям Задам вопрос Друзья, есть у нас вопрос И за правильный ответ У нас есть приглашение на двоих В картину галереи Гаврила Ващенко Прана Что же это слово означает на санскрите? Звоните к нам в студию Предлагайте ваши варианты ответов Елена Ну а вас я попрошу оценить Кто же из наших телезрителей наиболее правильно и точно даст Значение этого красивого старинного индийского слова Так что же такое йога? Я думаю будет очень актуальный вопрос в этот праздник И как вы сегодня его отметили? Практикой Практикой йоги Как сказал Патанжали Отец можно сказать йоги Он автор фундаментальных трактатов по практике Йога это чита в рите ниротха Что в переводе санскрита означает Остановка деятельности ума Или контроль ума Контроль за поведением ума Это конечная цель йоги Если говорить так утилитарно То и то что мы взяли от йоги на сегодняшний день То йога это гимнастика Это асаны Йога это пранаяма Это дыхательная система Йога имеет 8 ступеней На сегодняшний день чаще всего Практикуется только 2-3 ступени Это асана Положение тела в пространстве Это пранаяма Дыхательная гимнастика И иногда тхьяна, тхарана Практикуется Это погруженное состояние Человека Вовнутрь себя Признаюсь честно Немножко с языком кенди Я знаком Но пока что все вот эти вот Обозначения из йоги Которые вы перечислили Это уже языковой Лингвистический экстрим Я бы назвал это так Вы еще не знаете названия асан Утхита хастападангуштхасана Экапада раджакапатасана Аштавакрасана И так далее Сами названия порой было Учить очень сложно Проговаривать Не говоря про то, чтобы запоминать Вы знаете Вы сподвигли меня к тому Что все-таки нужно вплотную заняться И хинди, и санскритом Чтобы с вами общаться На одном языке Но Из Индии пришла вся эта культура Но мы все-таки европейцы Вот на ваш взгляд Насколько Йога Она применима К нам К нашему Менталитету К нашим людям К нашим Климатическим условиям В какой-то момент Она возможно и была Неприменима Но на сегодняшний день Уже такая Адаптированная йога Под нас Потому что Особенности строения Физического тела Прямо анатомические Особенности строения тела Не позволяют Например Выполнять какие-то позы Часто Любимая поза людьми Поза В которой сидят йоги Когда ноги крест-накрест Подмасана Или поза лотоса Йоги сидят в ней Достаточно легко А наши люди Когда пытаются Это сделать Очень часто Вредят своим коленям Поэтому на сегодняшний день Я честно признаюсь Несколько раз Я пытался это сделать И у меня ничего не получилось Здесь два варианта Или я Настолько Неподвижен И настолько Закостенел Либо я что-то Неправильно делал Чаще всего Это из-за Анатомического строения Там в Индии Что дети маленькие Что 70-80-90-летние Люди Они сидят В подмасане В этом лотосе Как мы на стуле Для них это хорошо Это комфортно Они всю жизнь так проводят Вот я хотел сказать Что видимо Это у них на генетическом уровне Да У нас йога Ну сколько Наверное лет 10 Как стало Вот так вот активно Популярно Больше Больше На ваш взгляд Откуда такая популярность Вот до этого Шейпинг Фитнес Тренажерные залы Простая банальная Физкультура Аэробика Здесь раз йога И собственно говоря Побила все рекорды По популярности Как вы думаете Да, йога популярна Стала во всем мире Это давно уже идет Ну я думаю Что многие уже устали Возможно Это мое предположение Устали От высокоинтенсивных Аэробных нагрузок Плюс ко всему У многих есть Противопоказания К таким видам спорта К тренажерному залу Шейпинг Аэробика Степаэробика Потому что Все чаще люди болеют Коленные суставы Уже нельзя На степаэробику Ходить Протрузии Грыжи Позвонков Уже нельзя Опять прыгать В йоге Можно таким Лизером заниматься Вот хотелось Спросить То что касается йоги Какие-то Противопоказания У нее имеются Запреты Есть Есть противопоказания Например Нестабильность Позвонков Шейного отдела Не позволяет Человеку Стоять В позе свечи Сарвангасана По-нашему Березка Не позволяет Делать халасану Позу плуга Когда ноги Уводим за голову Нестабильность Позвонков Также Протрузии Грыжи Это все Очень опасно Повышенное Артериальное давление Тоже Некоторые позы Являются противопоказаниями Вы знаете Беседу с вами Создается впечатление Что вы прямиком Только что Откуда-нибудь Из Гималайев Появились у нас Здесь в студии Я прямиком Только с занятий Это максимум То есть вы еще Под воздействием Ауры йоги Под воздействием Се этой атмосферы Да Вы знаете Когда большая группа Практикует Создается такой Вот как сегодня Было 20 человек Общий энергетический Грегор Все тела Работают в унисон Дышат практически Тоже в унисон И это конечно Такой мощный заряд Энергии Прекрасно Понимаю Но позвольте Задать вам Несколько вопросов То что касается Того что Все ли правильно Воспринимают Йогу Например Нередко И я думаю Вы со мной согласитесь Можно услышать Менение что Йога Это что-то Относится К той или иной Религии Я отвечу коротко Йога Это не религия Что это Ну только вот Отвечала Йога Это читавритиниродха Остановка деятельности ума Йога Это гимнастика Это асаны Это пранаямы Это работа с телом Это работа с сознанием И с энергией С чего лучше Начинать Занятие Йогой Я Почему задал Этот вопрос Все-таки Прийти сразу Из-за того Что просто показалось Что А не попробовать Ли мне Прийти на занятия И сказать Я хочу заниматься Йогой По-моему Это будет Немножко неправильно Или я ошибаюсь Почему нет Захотел Пришел Ну просто Мне всегда казалось Что в эти тонкие материи Такие как йога Нужно сначала К этому Созреть Прийти Не обязательно Не обязательно На вопрос отвечу Чтобы заняться Йогой Что надо Первое Это найти Клуб Это найти Хорошего преподавателя Знающего преподавателя Потому что Чаще всего Люди идут в йогу Когда у них Уже какие-то Проблемы с телом Преподаватель Должен знать Что нельзя делать Например При тех же Болях в спине В пояснице При протрузии При сколиозе Преподаватель должен Правильно Грамотно Составить программу В программе Это не просто Набор асан В программе Должны быть Компенсирующие асаны Также Чтобы двигалась Энергия Есть и допингала Например Два вида энергии Из многих Чтобы правильное Было распределение Энергии Правильно подбираются Позы Не рекомендуется Начинать практиковать Дома самостоятельно Йогу Потому что зачастую Человек не знает Технику выполнения Его никто не может Поправить В лучшем случае Йога ничего не принесет В худшем случае Это могут быть Даже травмы Мы же с вами В прямом эфире Сейчас находимся Мы можем себе позволить Все и даже чуть больше А почему бы сейчас Прямо здесь Этим добрым вечером В этой студии С моим участием Я готов на это Да-да-да Не провести небольшой Мастер-класс С чего же начать Йогу Как вам вариант? Самое главное Как говорят иногда В йоге Главное Растелить коврик Друзья Поддержите нас Аплодисментами Что для этого необходимо? Мы готовы Ко всем условиям Командуйте Коврик Нам нужен коврик Два Спасибо Вы подготавливаете Я, друзья Пока вам напомню Что мы работаем В прямом эфире И вопрос Этого блока Нашего эфира Школа йоги Называется Прана Это слово На санскрите Какой же русский Эквиалент Этому слову Может существовать Звоните к нам В студию Предлагайте Ваши варианты Ответов Ну а Победитель Получит приз Замечательный Пригласительный билет Приглашение на двоих В картину Галерею Гавриила Ващенко Где в эти дни Проходит огромное количество Прекрасных выставок Ну Ждем ваши звоночки Ну а мы тем временем Переходим К импровизированному Мастер-классу Ох может быть я зря На это согласился Ну все таки Давайте поддержите меня Пожалуйста аплодисментами Это у меня первый раз Честно-честно Елена Я готов Что для этого делать Даже вот Спасибо нашим звукорежиссерам Сейчас создадут атмосферность Снимаем обувь Да ладно Даже так Никогда еще босиком Не работал в эфире Но когда-то Стоит начинать Встаем вперед На край коврика Большие пальцы Ставим ног вместе Пятки чуть-чуть Разводим в сторону Чтобы стопы были параллельны Ну а сейчас главное Чтобы микрофоны Не послетали И эфирные джинсы Не треснули Коленные чашечки Подтягиваем вверх Напрягаем бедра спереди Копчик надо подвернуть Под себя Уплощая поясницу Руки перед грудью В намасте Плечи назад и вниз Намасте Делаем выдох И на вдохе Поднимаем руки вверх Тянемся в потолок Ну вот сразу чувствую Рубашка эфирная лысковата С выдохом наклон Руки опускаем на пол Если не достаем до пола Ноги надо присогнуть Это сильно Чуть повыше Шею расслабить Голова вниз Отшагиваем двумя ногами назад Чатранга дандасана Отжимаемся в пол На вдохе Собака мордой вверх Пальцы ног вытягиваем Ноги на ширине таза Кисти рук под плечами Плечи разводим в стороны Подбородок направляем к груди Напрягаем ягодицы Низ живота в тонусе Держим мурабанху И долго в таком положении Нужно находиться Елена Несколько дыхательных циклов Мы сейчас с очередным выдохом Войдем в собаку мордой вниз Здесь опять проверяем Что у нас ноги на ширине таза Кисти рук на ширине плеч Отталкиваемся руками от пола Провисаем в плечах Плечи наружу Взгляд на пупок По возможности Ох, друзья, скажу я вам Не простое это дело На вдохе Правая нога вверх Широкий шаг правой ногой вперед Все сделали левой Стопа между ладоней Правое колено на пол Шире надо шагнуть Еще попробуй вперед Чуть-чуть Не, не попробую Поднимаем руки корпус вверх Вот уже первый наушник вылетел Надеюсь, режиссер Мне никакие команды не давал Таз чуть ниже Очень хорошо Руки за линию головы Ашва Санчаласана С каждым вдохом Ребра поднимаем вверх Живот под ребра С каждым выдохом Таз опускаем ниже Руки на пол Отшагиваем назад Чатуранга Дандасана Еще раз отжимаемся в пол Медленно с выдохом На вдохе Собака мордой вверх Плечи растянули Ключицы к плечам Низ живота в тонусе Ягодицы подтянули С выдохом Собака мордой вниз Выдох Пробуем еще туда провиснуть На вдохе Правую ногу поднимаем вверх Правую Шаг правой ногой вперед Ситуацию контролировать вокруг Стопа между ладоней Левое колено на пол Опять стопа между ладоней Левое колено на пол Ну, как-то так Все хорошо Поднимаем руки вверх Кистью рук на линии плеч Таз опускаем вниз Левую стопу ставим на полупальцы И поднимаем ногу над полом Выпрямляем колено Стремимся левое колено до выпрямить Правым коленом тянемся вперед И чуть в сторону Колено чуть снаружи Опять плечи вниз Руки за линию головы Копчик надо подвернуть под себя Выполняем мулабанху Это нижний замок Вот хорошо, что вы переводите все термины, о которых говорите Мулабанха, нижний замок Очень серьезная практика в йоге отводится мулабанхе Дальше разворот влево на 90 градусов Стопу прижимаем к полу Здесь таз надо раскрыть Правое колено наружу Руки на линии плечи Руками вытягиваем себя в двух направлениях Плечи вниз Я чувствую, как я становлюсь раза в два больше Поза героя 2 Вирабхадрасана С очередным выдохом правую руку опускаем на пол Или на бедро в вашем случае Кисть руки на линии плеча Взгляд на пальцы рук Животом, ребрами вращаем вокруг оси позвоночника себя Ногами вытягиваем, растягиваем коврик Лоб не морщим Точка между бронями расслаблена Последние секунды в этом положении Какие долгие последние секунды Опускаем руку на пол Отшагиваем назад И еще раз Чатуран Гадандаса На последний обещаю Ой, Леночка Мне еще эфир вести Собака мордой вверх Досмотрим Собака мордой вниз То есть это вы показали, если я правильно понимаю Как говорится, лайтовый вариант Подшагиваем ногами вперед Да, для новичков А сколько же длится полностью целая тренировка? Да, молодцы Тренировка длится час, минимум час десять Можно обываться? Да, обывайтесь У нас эфир длится час Но, друзья, я вам скажу, что за эти две минуты или три минуты Которые мы прожили в состоянии йоги Я скажу, ох, нелегкая эта задача Эти аплодисменты вам Спасибо Это мы еще не проговаривали Внимание на дыхание На погруженное состояние Читавритинеродха Помните, для чего йога? На остановку деятельности ума Да, да, да То есть все гораздо сложнее У нас есть телефонный звонок Давайте послушаем Алло Здравствуйте Да, здравствуйте Давайте с вами знакомиться Как вас зовут? Виктория Виктория, очень приятно Меня зовут Александр Скажите, Виктория, а вот какое место в вашей жизни занимает экстрим? Ну, самое, что не надеюсь, основное Да ладно Да ладно Вы прыгаете, летаете, проплываете, веса берете Что? И летала, и прыгала, и ныряла А скажите, вот йогой занимались? Вот могли бы повторить вот весь этот комплекс, который, например, вот я сделал, а Елена мне очень сильно помогла в этом? Дело в том, что я к Елене ходила на некоторые занятия, поэтому с этим комплексом я немножко знакома Отлично Ну, давайте перейдем к основной части звонка Вы, наверное, хотите у меня забрать, вернее, честно заслужить этот пригласительный билет Ну, хотелось бы, надеюсь, что он будет мой Прана Это название школы Это слово пришло из санскрита, вернее, оно существует в санскрите Как его можно перевести на русский язык? Ваш вариант Энергия или жизнь Иногда это употребляют в таком энергии жизни Елена, как вы оцените ответ? Да, прана – это энергия, жизненная энергия Мы поздравляем вас с победой, эти аплодисменты вам Ну и, конечно же, этот билет тоже достается вам Оставайтесь на связи, наши редакторы на телефоне Вам расскажут, как и где вы заберете приглашение на двоих в картинную галерею Гаврила Ващенко Ох, скажу честно Одновременная усталость и прилив сил даже после этого комплекса упражнений Но, вы знаете, со стороны может показаться, что ну что такое йога Это все просто и непринужденно А можно это развеять как-то? Что это легко, да? Что это нелегко? Это действительно нелегко, почему? Потому что, например, даже в сравнении с тренажерным залом Когда прокачивается какая-то мышца, все, внимание только на эту мышцу У нас, вот когда вы стояли в позе героя, нам надо отслеживать положение стопы Одна коленная чашечка подтянута, вторая коленная чашечка подтянута Одна группа мышц расслаблена, другая в напряжении Копчик подвернуть, мулабанху выполнить Дальше грудную клетку расправить, кисти рук на линии плеч Мышцы живота в тонусе, подбородок в себя Сосредоточен взгляд в одну точку И при этом еще просматривать свое дыхание И все это надо делать в одно мгновение Луч внимания должен распределяться на все эти зоны Сегодня вместе с вами пришел один из, я так понимаю, лучших воспитанников вашей школы Давайте с ним поближе познакомимся Представьте, пожалуйста, его Это Иван, наш инструктор силовой йоги Иван, во-первых, спасибо за то, что помогли мне справиться с этим заданием Я знаю, что вы готовы нам представить мастер-класс именно того, как выглядит йога Я думаю, что сейчас Ивану микрофон не понадобится Я попрошу включить соответствующую музыку А мы, Иван, тебя поддержим аплодисментами Можно? Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Друзья, ваши аплодисменты. Иван, спасибо вам огромное. Все, Вань, спасибо. Лен, спасибо за эту практику. Я обязательно подумаю. И, возможно, я тоже появлюсь в ваших кругах на одной из ваших тренировок. Ну, вот, кстати, вот этот вариант практики как раз-таки для мужчин. Потому что они думают, что это женская практика, что там все легко. Для тех, кто хочет иметь тело, как у Вани, и способности, как у Вани, можно прекратить. В сторону экрана многие позавидовали этим способностям, и многие захотят сделать так же. Так что спасибо вам за этот наглядный пример. И я думаю, что в эфирных просторах мы с вами не единожды встретимся, а эти аплодисменты вам. Спасибо. Друзья, одни вызывают чувство восторга с той строй, спокойствием и гибкостью, другие впечатляют свои силы богатырскую. Об этом не только продолжим далее в нашем эфире. Не переключайтесь. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир, и я с огромным удовольствием спешу представить в нашей студии моих гостей, которых я также рад всегда видеть. Член сборной Республики Беларусь по пауэрлифтингу Макс Телепнев. Макс, привет! Здравствуйте! И сегодня у нас участница турнира Бабруйск Модел Фитнес 2017, Елена Лебедева. Леночка, здравствуй, рад тебя видеть. Макс, говорят, что у людей, которые занимаются пауэрлифтингом, ни дня не проходят без тренировки. Стремитесь брать новые веса, покорять какие-то новые железные, брутальные штуки. Правда ли это? Ну, на самом деле, отчасти, да, это правда, потому что есть специализированные тренировки, когда ты делаешь непосредственно упражнения, которые входят в соревновательный процесс, это троеборье силовое, а также подсобные упражнения подводящие, которые предупреждают от травм. И есть дни, в которые положено заниматься тоже своей гибкостью, растяжкой. Ну, вот смотри, поднимать, брать огромные веса, вот мы сейчас видим одно из твоих выступлений у нас на видеостене. Это тоже своего рода экстрим. Например, я бы никогда в жизни не взялся бы делать такое. Как ты пришел к этому? Пришел к этому. Я до этого вида спорта, до силового занимался боксом, у меня кандидат мастера спорта по боксу. Потом я травмировался на боксе, и как-то в один день все это произошло. Поступил в университет, там предложили заниматься, вот начал заниматься, понравилось, и вот по сей день занимаюсь с 2009 года. Ты постоянно участник различных соревнований по порлифтингу различного уровня, и белорусский, и европейский. Сколько наград на сегодня в твоей спортивной копилке, и можешь ли назвать, какая из них, скажем так, ближе всего и Дорогосердцу? Дорогосердцу, наверное, это та награда, которая самая, самая, ну, самая тяжелая, где была наиболее сильная борьба. Да, вот на этом видео, вот именно с этих соревнований и досталась мне эта награда. Это второе место, насколько я помню, на Кубке Беларуси, проходил он в Гродненском области, в городе Ашмяны. Там на третьем подходе, в становой тяге, это третье упражнение, я даже потерял сознание, потому что было столько амбиции. Да, настраивался на подход, и в итоге словил кислородное голодание, потому что боролся со штангой, и немножко меня подотключило, так сказать. Слушай, а неужели это не опасно? Ведь сам сказал, потерял сознание, ну как так можно? Ну, волков боятся в лес не ходить, как говорят, то есть, ну, ради чего-то ты занимаешься. Я ради эмоций, ради впечатлений, это часть меня уже, и я не представляю свою жизнь без этого. Не за деньги, там, не за какую-то корыстную идею, ну, а просто потому что я так хочу, я поэтому занимаюсь. У каждого человека, который достигает какую-то вершину, какую-то цель, появляется следующая цель. Можешь ли сейчас, если, конечно, это не тайна, не секрет, если не веришь в суеверие и какие-то там мистические моменты, рассказать, какая следующая спортивная цель? Ну, наверное, следующая спортивная цель – это приблизиться к рекордам, к международным, входить в топ-10 международного уровня в своей весовой категории, стать профессионалом в данном виде спорта. Вот, ну, такие цели у меня. Эти аплодисменты тебе. Лен Лебедева сегодня у нас в гостях. Лен, открою сразу маленькую тайну, рядом с тобой находится твой тренер, Макс Телепнев, ты вся такая красивая, изящная, хрупкая, ну, ну, просто вот, как ты решилась пойти тоже тягать железо? Ну, с чего все началось? Вот с твоей хрупкостью просто железо, ну, как бы никак не коннектится, скажем так. Ну, спорт и экстрим всегда были в моей жизни, я всегда любила различные мужские виды спорта, боевые искусства и все остальное. Кстати, в каком возрасте ты поняла, что это твое и... Около 18 лет я получила права, села за руль, я люблю скорость, автомобили, опять-таки говорю, мужские виды спорта. И вот однажды жизнь меня привела в спортзал к замечательным тренерам Олеся Дрозд и Максиму Телепневу, которые меня взяли в свои руки, заставили поверить в себя. И даже я вышла на сцену уже на сегодняшний день, выступаю. Я немного не о том. Неужели никто тебе не говорил, хочешь на сцену, иди в артистки, хочешь быть, блистать там на подиуме, иди в модели. Но зачем тебе железки? Ты же девочка! Были такие слова? Да, негативных вызовов очень много, да. Я их постоянно слышу. Зачем тебе это? Ты станешь похожа на мужчину, у тебя вырастут большие мышцы, начнут расти там волосы на лице и все остальное. Но пока что вся Гомельская область, это все наоборот, и эти аплодисменты тебе. Спасибо большое. Что тренажерный зал, если делать все с умом и не употреблять никаких там запрещенных препаратов, я ничего не принимаю. Только то, что можно принимать всем людям, это мультивитамины какие-то, препараты, и там добавки такие, как рыбий жир. Вот. Ну и благодаря этому, я говорю, опять-таки вы видите, что можно заниматься в тренажерном зале, выступать, поддерживать себя в хорошей форме, держать свое тело в тонусе, и замечательно себя чувствовать и выглядеть. А не было никогда такого желания, ай, да, лень как-то идти на тренировку? Честно сказать, это случается со мной периодически, я живой человек, конечно же. Звонит Макс и спрашивает Елена, почему не явились на тренировку? Я даже сейчас сижу, у меня болит тело после вчерашней тренировки с Максимом. Я себя заставляю практически каждый день. Но я хочу сказать, что после спортивного зала, это такой адреналин, опять-таки такой экстрим, ты просто порхаешь. Ты летишь из зала всегда с хорошим настроением, какой бы туда ни пришел, всегда уходишь с хорошим настроением. На позитиве. Это точно, что есть, то есть. Макс, много ли девушек сегодня хотят проникнуть или проникают, смело заходят в этот вот сугубо мужской мир? Гантели и штанг. Стереотип уже давно разрушился, и, наверное, даже девушек больше занимаются, чем мужчин. А еще я больше скажу, что девушки выглядят очень изящно, женственно, но в то же время они становятся сильнее, чем мужчины. Это никак не портит их красоту. Сильнее физически? Да, на самом деле, работают с большими весами, чем мужчины. Да ладно, быть такого не можно. На самом деле. Скажи, ограничение в питании, чтобы и заниматься, и уверенно себя чувствовать. Да, я хочу сказать, что, конечно же... Своего рода тоже экстрим отказывай себе постоянно в том, что тебе хочется. Я не знаю, как скажет Максим, наверное, 50% успеха зависит от питания. Ну, я люблю, очень люблю вкусно покушать. Я сладкоежка, поэтому я себя, конечно, перебариваю тоже каждый день. Ежедневная борьба, правильное питание. У меня всегда, я стараюсь придерживаться покупать продукты, которые не жирные, не сладкие, там такое все. Да. Конкурс, на котором ты побывала в 2017 году, проходил он в Бобруйске, буквально несколько слов. Фитнес, модуль Бобруйск 2017, по-моему, так он назывался. С какими результатами вернулась домой? Ну, к сожалению, у меня досадное четвертое место, чуть-чуть мне не хватило. А это был первый конкурс? Да, это был первый конкурс. Может быть, для первой нормально было бы четвертое место? Ну, в прошлый год у меня был очень богатый на всякие конкурсы. Я не только в этом участвовала, как бы это был первый вообще. Я еще в трех конкурсах, фитнес-конкурсах участвовала. Ну, такое самое знаменательное событие, на котором я принимала участие и запоминающееся. Это были седьмые международные игры боевых искусств. Они проходили в Чижовке-арене. Было более семидесяти стран-участников, и вся восьмитысячная арена была заполнена зрителями. Тоже был какой-то определенный экстрим выходить. Да, это был экстрим просто года. Очень запоминающееся событие, конечно. Лен, вопрос к тебе еще такой. Как реагируют молодые люди, когда узнают, что это хрупкая, прекрасная блондинка? Она не прочь сжать, делать становую, жим лежа и прочие упражнения. Ну, честно сказать, от представителей противоположного пола я всегда получала комплименты. Почему-то негатив больше как бы от женского пола. Они всегда там занимайся ребенком, занимайся домом, сколько тебе лет, ты все еще там бегаешь по сцене, в купальниках. Ну, я говорю, мужчины поддерживают. Поддерживают мужчины за то, чтобы женщина за собой ухаживала и выглядела хорошо, достойно, была подтянутой. Друзья, эти аплодисменты вам. Буквально через несколько мгновений продолжим нашу программу. Я вас познакомлю с прекрасной командой вот кого. Сохраню небольшую интригу после рекламы. Узнаем об этом. Не переключайтесь. Мы вдвоем с тобой попали, я и ты. Откровением обменялись взгляды. Нам двоим с тобой понятно стало, Что любить до боли в сердце мало. Я не помню наяву или во сне. Просто что-то подсказало мне. Что ты хочешь любить, что ты хочешь лекать, Ты не сможешь забыть и не сможешь сбежать. Мы оставим следы во вселенной мечте, Если будем с тобой. Я и ты. От коротых смс-ких выходи Сердце словно вырывалось из груди Позабыли обо всем на свете Одурманенные многосветьем в лете В лете В голубое небо мы смотрели А два сердца в это время пели Что ты хочешь любить, что ты хочешь лекать Ты не сможешь забыть и не сможешь сбежать Мы оставим следы во вселенной мечте, Если будем с тобой. Я и ты. Пусть все будет у нас И пройдет словно миг Мы с тобой вдвоем сейчас. Мы пойдем с тобой туда Где не властвуют года Навсегда И ты будешь любить, и ты будешь летать Ты не сможешь забыть, и 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 не сможешь забыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! В чем такая уникальность, в чем популярность его? Ну, популярность в том, что это же с начинающего, с малого возраста. Вот у меня мальчик, который начал самостоятельно ездить 2 года и 8 месяцев. С командой познакомимся немножко попозже. Хотелось бы разобраться немного в деталях. А вот вы сами часто любите погонять по вашей территории? Зимой даже иногда своих спортсменов удается обогнать. Даже зимой катаетесь? А как же? Почему-то я был уверен, что мотоциклы, мопеды, скутера, велосипеды, карты на зиму куда-то улетают в теплые края. У меня есть зимний вид картов, но мы ездим на стандартных машинах, и только зимой я могу их обогнать. Вернее, обмануть и тогда обогнать. А так летом они меня уже, даже вот эти малыши, обгоняют. А сколько лет вы сами уже управляете этими маленькими, но крайне юркими машинками? Ну, лет 40 с гаком. Да ладно! Кто сегодня приходит поездить на картах? Ну, поездить приходят многие. Вот кто остается в команде и кто именно занимается спортом, это же не просто так пришел и получил результат. Спортсмен готовится несколько лет, причем упорным трудом. И это все в тренировках. Они за тренировку могут проехать 100-150 кругов по трассе, а проезжают за один заезд на тренировке кругов 50. Это не каждый, даже взрослый, может выдержать. Но согласитесь, что достаточно небезобидный и далеко не безопасный вид и увлечений для некоторых из спорта. Ну, я бы поспорил. Или будете спорить? Я бы поспорил. Хорошо, докажите обратное. А велосипед, как вы считаете? Ну, для меня, например, меня часто можно увидеть и в центре города, и за городом на велосипеде. Для меня это развлечение. А если упал с велосипеда? А если нет? А вот если упал. А у нас... Вот смысл такой, что карт, он менее такой травматический вид спорта, нежели чем велосипед. Вот сейчас и пассивная защита на нем, вот это, вы думаете, это все для красоты? Нет, это пассивная защита. Кроме того, спортсмен одет в соответствующую форму, негорящий комбинезон, надевает и специальный, как дети называют, ошейник, защиту шейных позвонков. Специальные ботиночки, специальные перчаточки, на реберник, потому что очень большая прижимная сила во время движения в повороте. Это все дает возможность не травмироваться. Вы знаете, не только меня заинтересовал этот вопрос еще до эфира, но и с внушшей съемочной группы. На прекрасном карте, которая находится сегодня у нас в студии, стоит номер 13. Да, 13. Но, тем не менее, я знаю, что это машина с историей и это машина-победитель. Расскажите немножко, буквально, на двух словах. Но дело в том, что тут семейный подряд у нас, любезная фамилия, любезная. Знаете, прежде чем продолжим, я хочу прочитать одно смс-послание, которое нам поступило буквально за время этого эфира. Мой сын занимается картингом. Это очень экстремальный спорт. Поверьте мне, три восклицательные знака. Прислала к нам это сообщение Виктория Любезная. Давайте поддержим ее аплодисментами. Я знаю, что сегодня у нас в студии также представители этой замечательной семьи. Давайте вы нам их представьте, а мы им поаплодируем. Ну, семья не представлена всеми гонщиками, потому что нет старшего брата, который тоже призер, причем серебряный призер республики. Это Артем Любезный, его нет здесь. А представители уже младшего поколения Никита Любезный. Вот это его машина. Давайте поприветствуем Никиту и его папу Максима Сергеевича аплодисментами. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Никита, как дела? Нормально. Рассказывай, почему ни футбол, ни хоккей, ни какие-то более безобидные виды спорта, почему именно картинг? Нравится. Хорошо. А сколько же тебе лет, расскажи? Восемь. Восемь. Из них на машине на этой крутой ты ездишь? С восьми лет. С четырех. Ой, с четырех. С четырех лет. С четырех, да. Максим Сергеевич, расскажите, а не страшно ли было вот маленького ребенка даже в четыре года посадить вот за эту далеко не шуточную машину и отправить вот, совершать виражи? Страшно, очень страшно. Было и в четыре, и сейчас в восемь тоже очень страшно. Вот по сообщению вашей мамы я понял, что это... Мы всегда переживаем очень сильно. Ну, тем не менее, ребенку нравится, занимается. Хорошо, признайтесь, а вы когда-нибудь пробовали покататься на этой машине? Да, я сам когда-то гонялся в детстве. То есть можно считать, что и по-семейному, и генетически передалось? Ну, да. Кстати, у этого же тренера и занимался. То есть вы воспитываете целые династии. Давайте поддерживаем Александра Яковлевича аплодисментами. Это династия спортсменов, и это не одна династия. У нас здесь и Старовойтовый, которым папа занимался, вот у нас мальчик тоже. А сейчас уже второй год он ездит. А Никита не совсем, может быть, точно выразился. Никита же занимался... Он первый год на этой машине ездит в этом классе. Вот я хотел спросить, Никита, это твоя первая машина? Нет, это вторая уже. А первая куда делась? А первая теперь вот эта. То есть перешла по наследству приятелю? Да. Рассказывай, вот ты знаешь, смотрю я на огромное количество этих медалей, которые у тебя гордо красуются на шее. Рассказывай, за что получил их все? Ну, за то, что быстро ехал, старался. Ну, и, наверное, же по правилам ехал. Да. Думал, как обгонять. Я понял. Места занимал. Да, занимал места. Есть ли какая-то победа, которой ты больше всего гордишься? Есть. Какая? Кубок школьников в прошлом году. Да, кубок школьников. Техноспорт. Техноспорт, да. Да, республика. Ну, хорошо. А есть ли мечта? Ну, мечта у меня всех выиграть. Я думаю, что у тебя это безусловно получится, а мы тебя поддержим аплодисментами. Александр Яковлевич, буквально немного времени до завершения эфира у нас остается. Для чего же людям нужен экстрим, как вы думаете? Ну, каждый должен... Вот 40 лет у вас опыта. Воспитываете целую спортивную династию. Как говорится, у каждого свое. Некоторому в шахматы экстрим. Некоторые в воздух поднимаются для того, чтобы прыгнуть с парашютом или выполнить фигуры высшего пилотажа. А некоторые должны на земле же показать скоростные. Вот. Ну, хотелось бы сказать, что если бы не очень хорошие и добрые отношения с ДОСАФом, а именно с председателем областного комитета Александром Федоровичем Погарцевым, и непосредственно, кому мы подчиняемся, это ДОСАФ Советского района, Виталий Александрович Рудольф, который, ну, с доброй душой относится к нам, знают практически всех детей, они знают по именам. Ну, очень хорошо, очень хорошие у нас отношения. Ну, я так понимаю, всячески вас поддерживают? Поддерживают, поддерживают. Насколько могут, потому что сейчас не все же можно поддержать. Большая роль родителей, громадная роль родителей, потому что и финансово, и доехать сейчас, все это очень сложно, и поэтому, ну, родители – это главная опорная сила тренера. Вот. Ну, еще... Я хочу пошелать, да, да. Еще одно слово. У нас же, у нас три картодрома в республике. Самый лучший, конечно, это Брест на сегодняшний день. Но Брестский, мэр города, приезжал к нашему мэру, когда у нас строился картодром. И он, конечно, переиграл нас. Намного. Вот. Хотелось бы, чтобы город маленько помог. Во-первых, в ремонте 10 лет картодрому. И второе – немножко увеличить инфраструктуру картодрома. Я вам скажу больше. Все, что сказано в этой студии, оно имеет обыкновение сбываться. Поэтому я думаю, что ваши слова, ваша мысль услышана, и в скором будущем в нашем городе тоже будет прекрасный картодром, а мы это поддержим. Спасибо вам за вашу деятельность и за ваших воспитанников. Пусть растут и приносят удачу, и различные титулы победы прославляют и нашу страну, и наш город. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие гости, за то, что рассказали мне и нашим зрителям, какой же бывает экстрим, в каких пропорциях, и что нужно делать для того, чтобы от экстрима получать удовольствие. Я благодарю нашим друзьям-музыкантам вокальный проект «Нонсенс» за прекрасные песни и за то, что поделились своими историями, своим жизненным опытом. Друзья, это была программа «Добрый вечер. Гомель» на телеканале «Беларусь4». Ищите нас в соцсетях, подписывайтесь на нас ВКонтакте и в Инстаграм. И давайте общаться, о чем бы вы еще хотели поговорить одним из добрых вечеров на телеканале «Беларусь4». А на сегодня все. Удачи вам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!